Постмольба, армянская мольба, он известный футболист, играет в Европе, в различных клубах, но он из Армении. И виртуально, символически он продолжает жить в Армении, но на самом деле он живет в Европе. Но постмольба такой знакомый, 300 лет ему, 300 лет одно и то же, рассказывают известные люди, не очень известные, когда просят, чтобы весь мир помог армянам, в каких-то их очень добрых начинаниях, видимо. Вот, ну вот что он пишет. Идет уже вторая неделя боев, святая правда Генрих, да, тут и дальше. Моя родная Армения защищается от агрессоров, отстаивая право своего народа на жизнь на наших исторических землях, на сохранение христианских ценностей. Этот пост рассчитан, я так понимаю, на европейцев, которым вообще неинтересно никогда было, что происходит за границами государств, которые не знают географических карт, не изучают, что там на Кавказе, где проходят границы. И поэтому они увидели вот этот пост и думают, Азербайджан напал на Армению, хотя Азербайджан воюет на своей собственной территории. Это ложь. Это вот, знаете, я думаю, уже многие страны, не все еще, но многие страны пожалели, что когда-то построили армянские храмы, потому что у нас такая игра есть. Вот, если где-то нашли храм, все, земля наша, земля наша, храм есть, армяне древний народ, все, значит, храм тоже древний, а раз мы здесь жили, то вы идите туда, откуда вы пришли, откуда вы пришли, мы не знаем, ну, идите, давайте. Видите, храмы есть, значит, все. Понимаете, как люди, которые нам разрешали сотни лет строить эти храмы, как они уже тысячу раз об этом пожалели. Уже не знаю. Я анекдот татарский вспоминаю. Помните, когда гостил один человек очень долго, а хозяин все, тот уезжать в гости, а хозяин говорит, ну, давай еще останься. Он говорит, да ладно, останусь. И давай еще. И так вот он уже месяц у него сидит и опять, значит, собирается уезжать. Он говорит, давай, хозяин опять не может, очень гостеприимный, говорит, ну, давай, оставайся, еще денек побудь. А гость говорит, да, ну, ладно, давай еще останусь. Куда тут коня привязать? Он говорит, да к языку моему привяжи. Вот это чувствуют те люди, те, которых уже нет, они на том свете чувствуют то же самое, те, которые разрешили нам построить какие-то храмы. Понимаете, свои и все. Вот какие земли вы защищаете исторически. Я понимаю, что несколько поколений одураченных и вывести из этого заблуждения армянский народ, может, 40 лет не хватит, может, гораздо больше понадобится. Но ничего, мы будем терпеливо работать над этим. Армяне должны знать, что это не их исторические земли, это исторические земли многих народов. И раздевать пасть на вот это все не надо. Не надо, надо просто в мире жить спокойно. Дали вам церковь, ходите. Дальше пишет Генрих Мхитарян. Следующее чудо он излагает просто, я не знаю, как по-другому назвать. Армянский народ в этой войне отстаивает свое право на сохранение христианских ценностей. Вообще, хочу сказать, что ни в какой войне право на сохранение христианских ценностей не отстаивают, кроме одной. Это война со своими слабостями, война со своими греховными мыслями, война со своей низостью, подлостью, ложью. Вот в какой войне отстаивают христианские ценности. А в войне на территории чужого государства христианские ценности не отстаивают. Вот это плохая очень песня про христианские ценности. Ее Исраилори и 300 лет назад начинал. Потом начинали ее в Персии. Потом начинали ее в Турции в начале 20 века. Помните, как все закончилось? Да, это вот та самая песня была. Мы христиане, нас убивают, помогите. Нас убивают, потому что мы христиане. Это ложь. В современном конфликте между Азербайджаном и Арменией никакие христианские ценности не участвуют и не являются причиной. И весь мир это понимает прекрасно. И, кстати, хорошо знает, какие мы христиане в обычной жизни. Все же знают, все же, они же нас видят. Это Генрих так пишет, как будто, знаете, люди другие не знают нас, как мы себя ведем в обычной жизни, как соблюдаем все 10 заповедей, какие мы там христиане, не знаю, какие там ангелы просто. Ангелы. Если мы исчезнем с лица земли, христианству – конец. Ну, а следующая фраза. Вот мне страшно ее читать, но я буду читать. Я даже ее разовью, эту мысль. Он пишет, что ему тяжело наблюдать, как войска Азербайджана атакуют детские сады. Ты где это наблюдаешь, Генрих? Вообще здоровый образ жизни ведешь? Ты когда видишь картину, как азербайджанские танки подъезжают, подкатывают к детскому садику, прицеливаются, смотрят там, из какого окна торчит игрушечный автомат? Ты больной? Ты реально, вот, ты здоровый образ жизни ведешься, ничего не принимаешь. Для кого это написано? Это на каких слабоумных рассчитано? Кто это будет читать, плакать и там репостить? Давайте поможем сейчас. Армения на своей территории, возле города Баку, защищает христианские ценности всего мира. А азербайджанские танки подъехали, окружили все детские садики. Это пост негодяя, либо человека, который, ну, какой-то подозрительный образ жизни ведет, как минимум. И как тебя медицинская комиссия пропускает на футбол? Это же просто ужас. И знаете, что страшно? Мне страшно, что люди, которые не очень вникают в эти вопросы, там, в Европе, в Америке, в России, они читают и думают, какие ж азербайджанцы. А ничего, что вот вся эта мировая общественность, она считает земли, на которых идет сейчас война, азербайджанскими. Ничего, что, по их мнению, по мнению этой мировой общественности, Азербайджан ведет войну на своей территории. С вами, которые решили отстаивать свои христианские ценности, в детских садиках спрятались с гранатометами. Я, конечно же, не к Генриху Мхитаряну обращаюсь. Я просто обращаюсь, во-первых, к адекватным армянам. Прекратите хотя бы репостить это. Это плохо закончится. Вот, особенно эта песня о христианстве. Это плохо закончится. Прекратите. Нет никакой христианской основы в современном конфликте. Вообще религиозной основы нет. Не врите себе и всему миру. Доброй ночи.